Всем привет! И сегодня мы с вами будем делать куклу-марионетку-шар-птицу. Итак, приступим. Для работы нам потребуются две полоски картона, нитки, ножницы и, конечно же, сама шар-птица. Как сделать жар-птицу, вы можете посмотреть в видео, выложенном ранее. Ну что, приступим. Каждую из полос картона нам нужно сложить так, чтобы получилась более узкая полоска картона, но при этом она будет крепче. Для того, чтобы наша полоска картона не разворачивалась, возьмем кусочки скотча и закрепим. И так у нас получились такие замечательные две полоски картона. Нам их нужно соединить, образовав крест. Это будет рулевой механизм для нашей куклы. Далее нам потребуется три отрезка нитки. Два отрезка нитки нам будут нужны одинакового размера, они будут служить для удержания туловища. И один отрезок нитки покороче, он будет служить для управления головой. Начнем закреплять нитки. Берем две одинаковые нитки по размеру. Нам нужно эти нитки прикрепить по диагонали. Одну справа налево, другую слева направо. Одна часть нитки закрепляется с левой стороны хвоста. И далее протягивается, закрепляется с правой стороны шеи. Вторая нитка протягивается точно так же по диагонали. С правой стороны хвоста закрепляется и второе закрепление с левой стороны шеи. Теперь концы обеих ниток нам нужно прикрепить с вами к центральной части механизма управления. Прикреплять нужно так, чтобы все четыре нитки были в натяжении. Одна из полос картона нашего механизма управления должна проходить полностью параллельно туловищу птички. Наш следующий шаг это закрепить оставшуюся третью ниточку. Нитка крепится со стороны головы, где хохолок. Противоположный конец нити закрепляется к нашему механизму управления. В момент закрепления данной нити шея птички должна быть расположена перпендикулярно туловищу. Также при закреплении нити обратите внимание, что нити, держащие туловище, должны быть в натяжении. Ну вот и все. Наша кукла-марионетка Жар-птица готова. Видите, голова стала подвижной. Можете управлять с помощью механизма управления. Также данная кукла очень хорошо подойдет для кукольного театра. Попробуйте, сделайте дома сами. Всем удачных подделок!